Казахстанцы обсуждают поручение президента Касымжомарта Тукаева о введении прогрессивной шкалы при начислении индивидуального подоходного налога. Суть инициативы в том, что нагрузка на граждан с низким доходом должна сократиться за счет ее перераспределения на тех, кто зарабатывает больше. А вот насколько больше и к чему может привести такой подход, расскажет Ардак Камал. Она выслушала мнение авторитетных экспертов. Пользователи сети обсуждают таблицу возможных ставок по индивидуальному подоходному налогу. В ней вычеты начинаются от нуля и доходят до 20%. Минимальные у тех, у кого зарплата 60 тысяч тенге, а максимальная от 300 тысяч тенге и выше. Пост собрал сотни гневных комментариев. Ждем, что у всех заработные платы будут официально 60 тысяч. Остальное в конверте. Чистое вранье. Как для работника зарплаты до 240 тысяч может уменьшиться нагрузка, если ставка налога вырастет с 10 до 17 процентов? Внештатный советник президента Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook разместил пост с разъяснением. Он сообщил, что таблица, вызвавшая жаркие споры, ранее рассматривалась. Но от нее отказались. Экономист предположил, что переход могут реализовать двумя способами. Не менять только ставки ИПН и больше ничего не менять, но так неправильно. Естественно, в таком варианте это будет означать рост нагрузки на ФОД. А второй вариант – это не менять ФОД, при этом отменить некоторые налоги. Олжас Худайбергенов прогнозирует два возможных уровня прогрессивной шкалы ИПН, когда в качестве нижнего предела возьмут имеющуюся ставку в 10 процентов, а следующие вычеты будут выше. Второй вариант – нижний предел 0 процентов. Дальше нагрузка растет до 10 процентов и выше. К примеру, если зарплата 140 тысяч тенге, то с 80 тысяч не удерживают налог, а со следующих 60 тысяч всего 2 процента. Тогда со 140 тысяч тенге на ИПН удержат всего 1200 тенге. Таким образом, нагрузку в 10 процентов получат казахстанцы с зарплатой 750 тысяч тенге. У львиной доли занятых снизится нагрузка. 4 процента сохранят уровень и 1 процент станет платить больше. Экономист Мюрверт Махмутова считает, что сейчас неподходящее время для изменения правил налогообложения. Уровень потребителей резко сужается. Экономика будет как минимум 2-3 года восстанавливаться. По поводу оценок, что получит от этого бюджет, я боюсь, что ничего не получит. Потому что все будет нивелировано уходом от открытых платежей бюджета до серых схем. В Министерстве нацэкономики отреагировали на споры и сообщили, что для решения задачи создадут рабочую группу, которая разработает приемлемую схему для прогрессивной шкалы ИПН. Введение прогрессивной шкалы подразумевает под собой не только прямое увеличение, но и регрессивное. Поэтому те, кто получает низкие доходы, для них будет ниже идеальный подоходный налог. Соответственно, это может подходит к выводу из тени. Советник президента отмечает, что на разработку расчетов может уйти полгода. В Министерстве нацэкономики обещали, что обсуждение будет прозрачным.